всем доброго дня меня зовут надежда и вы на моем канале сегодня я вместе с вами приготовлю торт красный бархат на ю тубе и не только много очень разных рецептов на эту тему по приготовлению данного торта а сегодня я поделюсь с вами тем рецептом по которому готовлю его именно я готовлю лица он быстро просто получается нереально вкусно если вам интересно оставайтесь со мной и я начну готовить для данного торта мне понадобится 350 миллилитров кефира 10 грамм красного красителя у меня вот такой вот гелевый дальше 475 грамм муки 20 грамм какао порошка 10 грамм разрыхлителя 5 грамм пищевой соды 70 миллилитров подсолнечного рафинированного масла 425 грамм сахара 3 яйца щепотка соли и 150 грамм сливочного масла я взяла вот такое брест литовская можно взять ту которая есть у вас сразу в кефир я добавляю красный краситель полностью меня 10 миллилитров я его просто выливаю и перемешиваем дальше взбиваем яйца с сахаром в однородную пену сюда же в яйца я добавляю раступленное сливочное масло заранее только чтобы она не была очень горячим чтобы у вас яйцо не свернулась сюда же добавляем кефир с красителем уже настоявшийся который мы заранее перемешали добавили сюда же добавляем растительное масло добавили и слегка перемешиваем и уже получившуюся массу мы добавляем сухие ингредиенты сейчас у меня идет какао разрыхлитель и сода добавили и сюда же мы добавляем заранее просеянную муку добавили и перемешиваем до получения однородной структуры тесто у меня уже готово выглядит она вот так и подготовлена форма я ее смазала слегка растительным маслом дно и борта и теперь тесто я примерно на глаз разделю на три части я буду печь его коржами вылаживаем одну треть теста форму и отправляем в духовку разогретую до 180 градусов до полного выпекания первый корж у меня уже готов я его достала из формы и так поступаю с остальным тестом еще испеку два коржа и немножечко оставлю тесто испеку кусочек четвертого для крошки для обсыпки допекаем наши коржики и пока пекутся коржи я занимаюсь кремом для крема мне понадобится пакет сметаны у меня 400 грамм сметана 22 процентов жирности производитель калинка пакетик загустителя для сметаны вот так вот он выглядит классная штука комплексная пищевая добавка для запуститель для сметаны чтобы крем был более насыщенный такой густой структуры и грамм 200 сахара просто в сметану я добавляю загуститель вот так вот он выглядит порошком таким добавили и сюда же я добавляю сахар добавили и теперь просто взбиваем либо венчиком либо миксером чем вам удобно взбили и пока пекутся коржи даем ему настояться в такой крем можно добавить свежие ягоды фрукты либо орехи на ваш вкус и по вашему желанию пока оставляем его в сторонку и занимаемся коржами у меня готовы уже все три коржа я один уже положила в кольцо для бисквита дабы собрать тортик да и чтобы крем лишний у нас не вытекал за края я отзываю форму и теперь прослаиваем наш тортик так поступаем со всеми тремя коржами вот один я прослою потом следующий наверх положу прослою ну и так далее и немножко крема оставлю для макушки вот таким у меня торт получается на данном этапе но я сделала четвертый небольшой кусочек коржа который измельчу в блендере измельчителя здесь все просто отправляем в чашу блендера наш корж я его поломала кусочками и измельчаем просто вот такая вот крошка у меня получилось и в итоге и теперь мы просто обсыпаем ею наш торт по всей поверхности и по бокам максимально возможно вот такой вот у меня торт получается на выходе готовится он как вы могли видеть просто получается очень вкусно попробуйте его приготовить и он не оставит ни вас ни вашу семью равнодушными украсить дополнительно можно его по вашему желанию а у меня на сегодня все если понравился рецепт ставите пальчик вверх не забывайте подписываться на канал будет еще выходить для нас много полезных интересных роликов и пока пока до новых видео